Всем привет! Меня зовут Юра Волков, я шеф-кондитер и вы у меня на канале Шакаяма, где мы с вами в этой конкретной рубрике обозреваем сладости, купленные в Европе, в Хорватии и в общем не в России. Вот и у нас сегодня на обзоре конфетки, вот такие конфетки в железные баночки. Немецкие конфеты SkyCandy. Эти конфеты по заявлению производителя производятся исключительно из натурального сока ягод, фруктов. Из того, что они делаются, ну естественно сахара, то есть здесь нет никаких ароматизаторов, никаких красителей или чего бы то ни было ненатурального. Собственно поэтому они нам и приглянулись и мы решили их обозревать вот обозреваемые вишневые конфетки. Видите, написано Kirchenbonbons. Вот немецкие конфеты. Давайте посмотрим. Я очень люблю такие конфетки в баночках, потому что это очень удобно, но это удобно, если они не открываются случайно. Иногда у меня такое бывало, что вот такая баночка лежала в машине и случайно открывалась, и потом эти конфетки лежали по всей машине. Вот, надеюсь, что с этими такого нет. Сейчас мы узнаем. Нет, с этими может быть тоже такое. Вполне, если она перевернется. В общем, открываем. Здесь нас ждет пломба. Пломбу мы естественно будем снимать. И вот наши конфетки. Какие-то даже есть обколотные. Вишни прям не пахнет. То есть это уже внушает какое-то доверие. Если были бы синтетические ароматизаторы, пахло бы вишенкой на весь Омиш, где мы сейчас собственно снимаем наш обзор. Очень красивый город Омиш. Между прочим, это был пиратский город и он всегда был пиратским. Пока не попал в состав Югославии, потом Хорватии. Но всегда были пираты. Здесь есть река Цетина. Мы как-нибудь, может быть, снимем маленький обзорчик этой реки и вообще видов Омиша. Напишите в комментариях, хотели бы вы, чтобы мы коротенький рассказ об Омише сделали. И вообще, что мы здесь делаем. Может, вы не знаете, я вам расскажу. Пишите в комментариях. Итак, возвращаемся к нашим конфеткам. В общем, они не благоухают вишни. Это внушает какое-то доверие. Давайте их пробовать. Ну, что я могу сказать. Они вишневые, но не какие-то ядреные вишневые, то есть они не навязчивые. Очень приятный вишневый вкус. Такой, но очень опасный, потому что их можно есть одну за другой, мне кажется, не останавливаясь. Ну, ничего еще классно, они достаточно большие. Смотрите, какая конфетка. То есть такую конфетку надо будет потратить время, чтобы ее съесть. Это тоже хорошо. Это большой плюс карамельных конфет. Слушайте, очень сочная конфета. Она кисленькая и за счет этого провоцируется обильное спинное отделение. То есть, если вы хотите горлышку помочь. Вот конфетки, то, что надо сказать. И то, что я говорил, что она может легко открыться. Не совсем так, когда вы ее закрываете там своего рода вакуум. Она сопротивляется, когда ее открывать. Но все равно лучше их не переворачивать. Они могут открыться. В общем, такие конфетки, слушайте, очень вкусные, но храните их аккуратно. Не нужно их таскать с собой. Держите дома. В общем, я надеюсь, вам понравилось. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. И обязательно, обязательно следите за обновлениями. Потому что можете пропустить что-нибудь. Столько всего происходит. Нужно быть, как это называется, в волне. Все, всем спасибо. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok